Илона Маска Да, итак, космический аппарат под названием Crew Dragon, он будет использоваться, естественно, для пилотируемых полетов в космосе. В нем, видите, как много всяких прикольных штучек и экранчики, и даже там есть красивых четыре окна, которые позволяют любоваться космосом прямо во время самого полета. Вот будто вы в самолете летите. И из бухгалцевого волокна есть еще большие там экраны, на которых вы можете наблюдать за тем, как проходит ваш полет, за всей информацией. Можно там, может быть, втрутиться, потому что все тачевое, и можно дотеркнуться, и все изменить. Короче, очень круто. И в будущем Crew Dragon разработан специально для того, чтобы отправлять астронавтов в космос, для того, чтобы водой подкорювали его. Есть действительно ротель под названием Ice Hotel, и в нем есть невероятные условия для проживания. Там было сыграно за всю историю около тысячи просто свадеб. И, скорее всего, вот мы сейчас даже можем посмотреть, скорее всего, еще не один год ребята порадуют этим супер. Отже, витаемо с тем, что 26 лет уже працюет этот готель, полностью складанный из льоду, побудованный. И, до речи, у каждого из люксов находится арт-споруда. Вот, например, величезный слон, который сделан Анною Софией Мааа. Ця художница делает также из льода такие очень интересные арт-проекты. И, еще интересно, что на этот раз, именно на 26 лет этого готеля, сам он сделан больше. И туда пошла невероятная количество тонн льода. И, при этом, теперь же стены будут на 10 сантиметров товстящие, обычно, например, минулого года. Ну, а еще там постоянно проходят какие-то ивенты. Ну, про веселье мы уже говорили, дни народжения. Просто мандривники желают выкладывать, например, 1400 долларов или 1700 долларов, для того, чтобы только переночевать и увидеть настоящую казку. Потому что там певничный Сяево развертается на небе, то звонок специальный по этому готелю. И люди выходят и смотрят на это диво. Всем посетителям предлагается в отеле, естественно, термобелье специальное, а одеяло, всевозможные меха и шерсти. И горячая кава. Вот я, например, лично сейчас беру все в свои руки и буду спрашивать, о чем же думают наши звезды. Так, я зараз как раз про це и подумал. А о чем же думают наши звезды, когда слышат слово термщит? Термщит. Шо? Терм шо? Гэнста щит, фулл щит. Термщит. Ты взял терм, а с ним тебе разлився в сумке, и ты его поглазил, и такая, щит. Терм. Коллаборация термобелья и... Щит, который защищает тебя от высоких температур. Сверху, как панцирь. Терм, тепло, щит. Термичное лайно, напомню. Не знаю, чего запикает. Теплый щит пусть будет. Напомню таки. И вот именно то самое страшное слово означает предварительное соглашение, не имеющее юридической силы между инвестором и стартапером для первоначального определения обязательств. Ну, уже доброе, что разобрались. Друже, додается модню больше фану, креативу та смарту. Стартап-шоу с низка фетер в одному продолжается. Далее остальные новинки за світу IT-технологий. Чего только родители не сделают для того, чтобы превратить жизнь своих обычных и... своих обычных... обычный день школьников в настоящий праздник. И вот я сейчас говорю прям про американского учителя, который придумал... То он дав ремень своему малюку, так? Нет. И насправді він робить дуже крути ланчи. Тобто він збирає своїх дитинчат. Ось, і вот і прикольний ланч, який ви зараз бачите якраз на вашому экрані. І це просто надзвичайно фантастика. Бо це і зоріні воїны, і мультфільми, і рибка золота. І взагалі все, що тільки можна пригадати. І, знаєте, мені здається, якщо з ним домовитися, то можна і стартап-шоу також там побачити. Сейчас этот милий Хебо ведет також ще й свій личний блог, в якому делиться з родителями, хто також хоче заінтересувати і подсластити жизнь школьничков во время ланчів. І, собственно, його все стратегії по улучшению ланчбоксів, вони реально становяться настільки популярними, що вскоре Бо на цьому станет зарабатывать. Так, ведіть свій блог. Як то кажуть, печалька і печенька, тому що завершилася наша програма. Але завтра дуже багато смачного від лайки. Я просто приношу печенье нам. Ну, звичайно, ти завтра готуєш пиріг, але смарт, смарт пиріг від лайки. Хорошо, держись, мой сладненький, завтра буде дуже сладненько. Я сподіваюся, ти з печі мене не будеш діставати. Вона мене завжди дістає. До встречи, до встречи! А-а-а!